Иное измерение русской культуры Яков Петрович Полонский Агарь Завистью гонима, я бегу стыда, И никто не сыщет моего следа. Кущи господина, сени госпожи, Вертоград зелёный, столб родной межи, Поле, где доила я весёлых коз, Ложи, где так много пролила я слёз, И очаг домашний, и святой алтарь, Всё прости навеки, говорит Агарь. Её в пустыню дух вражды влечёт, И пустыня словно всё за ней идёт, Всё вперёд заходит, и со всех сторон Он ей грозит и душит, как тяжёлый сон. Серые каменья, лава и песок Под лучами солнца жгут подошвы ног, Пальм высоких листьев сухо шелестят, Тени без прохлады по лицу скользят. И в лицо ей ветер дышит горячо, И кувшин ей давит смуглое плечо, Сердце замирает, ноги устают, Слёзы высыхают и опять текут. Чу! Вдали журчанье ключевой воды, По краям оврага свежие следы, Знать, недаром пастырь здесь прогнал стада, Вот скамья и жёлоб, зелень и вода, И слагая ношу, села отдыхать Бывшая рабыня, будущая мать. И страшась пустыни, и боясь пути, И не зная, где ей спутников найти, Головой поникла с тайною мольбой, Вдруг, как будто с ветром, Сладостно живой, Голос невоздушный, но и неземной, Прозвучал в пустыне, говоря с душой. И она очнулась, Слушая, глядит, Видит ангел Божий На песке стоит Белая одежда, Белое крыло, Кроткое сиянье, Строгое чело. «Ты куда?» Спросил он. «Я иду в Кадис», И сказал ей ангел, «С миром воротись». «Я бегу от Сары, Госпожи моей», И сказал ей ангел, «Примирися с ней, И родишь ты сына, Силу многих сил, Наречеши имя ему, Измаил, И рука Господня Будет вечно с ним, Населятся страны Семенем твоим». И с отрадой в сердце Начала вставать Бывшая рабыня, Будущая мать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напечатано в полном собрании Стихотворение Якова Петровича Полунского В пяти томах Том первый Санкт-Петербург Издание Маркса 1896 год Читал Евгений Бразоль-Брушковский